всем привет это наташа краснова и шоу ночевка единственное в мире шоу где смотреть на обнажение людей не только приятно но и полезно правило простое обнажай душу или обнажает тело посмотрим кто доживет сегодня до утра погнали и побежала на костях ночевка красновой так друзья мои полночь это значит что ночевка началась еще раз обговорим кать правила игры потому что они у нас все-таки есть смотри мы сегодня обсуждаем такую больную тему для тебя и для меня и для многих женщин если честно это мужская измена это не значит что женщины не изменяют они изменяют это другие плохие женщины изменяют не такие как мы с катюшей мы святые это нам изменяет а мы ну делаем выводы там терпим мы сейчас все расскажем в общем тема больная в какой-то момент тебе может показаться что ты не хочешь вообще со мной больше общаться никогда у тебя есть шанс сказать ночевка окончена и уехать домой но в таком случае если ты не дожила до утра условно говоря ты должна будешь оставить всю одежду мне то есть если ты не захочешь обнажать душу ты должна будешь обнажить тело заодно и мужчины которые смотрят наше шоу порадуется если ну что мы были в равных условиях я тоже могу ну как-то за артачиться сказать я не говорю на эту тему и тогда я должна буду я не могу сказать ночевка закончена это мое шоу я не могу уйти отсюда понимаешь я должна будут допустим снять какой-то элемент одежды то есть если я захочу перевести разговор в другое русло я снимаю элемент одежды ты тоже можешь сказать наташ я не ухожу отсюда но больше я на эту тему не хочу говорить снимаешь штаны и сидишь спокойно вот так же вот так же прикрываясь руками все операторы такая же история если вы задолбали снимать нас вы можете уйти в любой момент оставили одежду и предоплату и домой там все свежо хорошо тепло все в принципе все правила серьги и украшения не считаются элементом одежды тампон тоже если ты будешь но я же ношу его тоже как и одежду нет не считается только одежда ну то есть ты можешь снять трусы через штанину мы это умеем девчонки делать все это все правила договорились погнали тема измены мне как человеку которому жестко изменил первый муж от которой у меня собственно двое детей я не верила что он изменяет потому что я как дура задала вопрос ты же мне изменяешь он нет я поверила и мне эта тема близка я переживала вот все пять стадий принятия неизбежного мы сейчас поговорим про первую стадию отрицание то есть когда тебе кажется но я же спросила что изменяешь ты мне или нет и он сказал что нет вот у тебя было такое вообще как у тебя история измены вот это и сложилось ну пожалуй начну все самого начала вся история так лучше если ты с самого конца начнешь я ничего не пойму расскажу вся история началась после бракоразводного процесса прошло уже несколько месяцев как я была одна и так сложились карты то что я начала тесно взаимодействовать с сотрудником на работе в общем все произошло после бракоразводного процесса моего да то есть я была замужем я развилась и я понимаю то что я свободная девушка и в принципе ну это как бы нормально то что мне может понравиться молодой человек но пока все очень логично да и получается на работе я начинаю тесно контактировать с одним из сотрудников нас освоит работа мы начинаем общаться регулярнее регулярнее и все это перетекает в то что я понимаю то что он начинает мне нравится то что я начинаю нравиться ему он начинает за мной красиво ухаживать человека достаточно хорошо и умело делал я понимаю что я как бы начинаю влюбляться и вижу от него взаимные шаги но я не понимаю то что я не могу быть с ним поскольку он не рассказывает историю то что он живет с девушкой он встречается с девушкой и точнее встречается он живет с ней ну подожди если он живет он с ней как-то встречается то есть у них все равно вместе они в туалет пошел и она с кухней идет они встретились он говорил что это просто сожительство естественно как брат и сестра в игре престолов я видела к там брат и сестра это не честно это сожительство в том плане то что она после учебы не было трудоустроена у нее не было средств к существованию и он говорил что сейчас как раз таки такой период то что вот у нас сейчас работу на идет она трудоустроиться и она съедет то есть говорит мы в ответе за тех кого приручили и получается то что я не могла с ним съехаться поскольку мы жили в разных концах города у меня ребенок я привязана к определенному району и я понимал то что будет довольно таки проблематично ездить утром вечером несколько часов на это тратить и я понимала что вот данным съездом даже если бы я переехал садьбу перенесла но это бы никак не ускорило съезд его девушки поскольку ускорила бы ты чё и я думаю нет потому что он вот прям вот его фраза была мы в ответе за тех кого приручили говорит я не могу ее бросить и он бы до конца жизни вы просто помогали такое вот это было до конца наших отношений то есть то есть он не бросил ее вообще не под каким предлогом он как бы бросил она уже съехала от него в другой город и он изменял мне можно сказать финансово то есть мы с ним встречаемся и я неоднократно наблюдаю как он скидывает просто денежные средства девушки когда-то 20 тысяч вот последний раз 80 тысяч до я говорю а на какие такие нужды говорю как за что вообще он говорит ну вот говорит ей плохо я должна ей помочь и просто так получается то что через какой-то промежуток времени он мне звонит посреди ночи и говорит что девушку госпитализировали я говорю в чем проблема что такое у него прям паника у него истерика он говорит она узнала то что мы с тобой встречаемся я говорю так ты же мне говорил то что ну что вы уже не вместе ничего как бы не связывает что у нее паника от того что тебе денежные средства еще и тебе придется перечислять серьезно и она попала в больницу она попала в больницу да и при том что он делал еще и меня в этом виноватой то есть то что ей позвонила не сказала или как-то поспособствовал нет а ты не делала ну каких-то методов знаешь типа завести анонимную страничку и писатель типа у вашего мужика есть кто-то и нет я знала то что человек обладал таким даром убеждения то что он меня реально убедил то что между ними ничего нет но ее убедил собственно что между вами не он мне как бы скидывал фотографии да их однокомнатной квартиры где в одной комнате живет она а он спит на кухне естественно и никогда они же невозможно между кухней и комнаты же нет прохода они не могут встретиться действительно после больницы она переехала вообще другой субъект она теперь больше в нашем регионе не живет и ну как бы вот эта история закончилась то что-то не вместе жили но как бы вот в дальнейшем вот в плане финансовых измен это вот продолжалось так больше он тебе ни разу не изменял и изменял еще и сколько еще и много наконец-то подожди вот мне больше интересно вы начали жить вместе или вы на жизнь и начинали вместе но его девушка наконец-то съехал его девушке ехала да и ты стала полноправной владелица его сердечка официально вот хочется просто вот мы сейчас раз уж обсуждаем вот этот период когда я помню свой период у меня муж мой первый изменял мне наверное года два ну то есть опять же я не знаю изменял он или нет очень сложно поймать не значит будешь рассказывать очень сложно поймать мужчину на измене вот именно ну их его не схватишь за яйца во время даже во время секса его иногда за яйца не схватишь когда он с тобой блин спит а когда с другой женщиной ты должна как-то вовремя оказаться в нужном моменте вот в этом как-то зафиксировать это есть такие изворотливые скорее всего твой из этой когорты людей которых ловишь они говорят это не то что ты подумала и реально и начинает так привирать и я в тот момент два года мне изменяли он ночевал у нее он жил у нее и он мне говорит Наташа ну ты посмотри на себя и на нее но это уральская низкожопка ну как с ним можно ну ты чего прикалываешь ты красивая молодая я думаю боже да да это так и блин мы все покупаемся на это потому что видимо потому что когда ты хочешь верить человеку ты найдешь миллиард причин чтобы его оправдать даже если ты его поймаешь чужой вагине ты скажешь да блин просто поскоряем да конечно там ну с кем не бывает вот у тебя было вот этот вот этот период отрицания что он мне не из меня не кажется был этот период или ты сразу как поймал и такая ага зачтено я думаю что это как раз таки было в тот смотря в какой опять же измене их было несколько блин он совсем он с одной и той же изменял тебе или он прям разных находил разных давай первую но первая наверняка самая больная потому что первая ну ее не забудешь и ни с чем не сравнить боль будут у меня был доступ к его телефону в ком плане но в том плане тоже он дал тебе пароль да слушай а как он может быть таким честным и таким вручим одновременно я думаю то что он знал что я возможно буду смотреть его телефоны дальнейшем и вот тем самым хотелось сделать мне как раз таки больно он хотел меня проучить он очень злопамятный вот именно что проучать было не за что мы ссорились просто по бытовым вопросам и у человека как будто вы просто импульсивный ну какой стороной колбасу класть на язык или что какие бытовые вопросы но мстительный человек становится когда ты там убила его мать что-то сделала знаешь такое что простить нельзя здесь здесь не вы я сам по себе человек очень активный а он как раз таки больше пассивный я постоянно говорю пошли погуляем пошли путешествовать пошли что-то новое посмотрим узнаем он говорит нет не надо и вот смотри лучше посмотрим какой пидорас вот так он говорил как что за что он мстил что-то гулять ходишь то что я его зову постоянно то что у нас разные разный взгляд на жизнь я не знаю за что он мстил честно ну а как он изменил просто с левой какой-то бабы я сейчас расскажу эту историю давай я беру его телефон захожу в сбербанк онлайн его смотрю листаю массажный слон клеопатра сейчас реклама прошла поэтому позвоните нам мы с катей обязательно по рекламе вас еще раз я вижу сумма-то большая ну как бы не как для обычного массажа будто это его бывшая опять позвонила и я говорю с каких-то пор мы стали интересоваться массажем я говорю этим таким тоном с ним с каких это пор ну я думаю с каких это пор зубная паста когда ты к с каких пор зубы чистить начал ты чё охренел и он мне тут признается он говорит я был зол у меня была агрессия и я решил сходить расслабиться но говорит ты не переживай да я разделся честно тебе признаюсь она была раздета но я и сказал то место не массажировать у меня просто мой муж который ну по факту мне видимо изменял он тоже меня заливал что он говорил что ну наташ да я у нее там спал ну я прилетел в челябинск в 4 часа утра ты с детьми ты мути должна высыпаться детям на утро в садик я же понимаю что тревожить вас ну вам же хуже поэтому она меня забрала на своей машине отвезла вот к себе домой я у нее поспал ну типа если ты меня подозреваешь так ты кончено это сумасшедшая вот такой был посыл у этого такой же был посыл или но он тебя обвинял в том что ты меня подозреваешь чем-то так ты с ума сошла наверно не было такого нет не было то есть все прям святой человек то есть он массаж он сходил и говорил ты меня подозреваешь что я там мой член кто-то трогал нет вы просто я был голый она была голая она навозилась сиськами по по спине но к члену то она не прикасалась вот так это было так это же тоже как будет как будто бы это интим или нет подожди давай знаешь с чего начнем что такое измена потому что мы сейчас начали мне кажется не с того момента что такое измена потому что многие женщины почему-то говорят что есть два вида измены физическая и у тебя есть финансовая еще один подвид и духовная но что мужчина может писью свою держать у себя в книжках но допустим писать я люблю тебя дома я шмара спит уже но я люблю только тебя и тогда шмара считает это изменой и как бы имеет на это право я но не считаю что можно вообще делить на эти два подвида потому что это ни о чем не говорит ну то есть но ты будешь знать что твой мужчина там физически изменил или не физически но физически за ппп можно еще заиметь в семью вот это максимум информации которую можно получить я ориентируюсь на разделение есть по скоту вули разделение на 6 типов измен романтическая там измена от выгорания протестная измена властного игрока условно говоря все эти шесть измен базируются на какой-то модели поведения на мотиве и когда ты знаешь мотив мужика почему он изменил измена от выгорания например человек ему похер на тебя он изменяет чтобы вы расстались ему насрать он специально подсовывает тебе вот эти вот варианты ну то есть возможно вот такая или измена властного игрока когда он такой я там продюсер федерального канала на ты кто я имею право тебе изменять вот это например с этим тоже на хирург открыть да откройте окно если оно не будет не будет жарко я думаю сейчас просто продают только не вывались снимать слушай ну капец он довел человека одного первая девочка попала в больницу не просто так категор то нас пыталась суициднуться прикинь он той говорил у меня ничего нет скатей это жила с ним и реально верила скорее всего вот суициднулась тот видимо чувствует вину 80 тысяч отправляет все не может прям успокоиться там вообще по ходу дела человек то не особо классно если что ты можешь и лечь и вот сюда и в рост вот так типа я шоке от того что происходит я про разделение измен на вот эти подвиды которые помогают понять стоит ли вообще с человеком продолжать какие-то отношения то есть условно говоря если это измена властного игрока когда он уверен что я обычно мужики говорят я имею право изменять вы женщины не имеете права а я имею или я зарабатываю деньги в семью я имею право отдохнуть вот такие вот мужики они не закончат изменять потому что они не видят в этом ничего страшного типа я имею на это право поэтому непонятно вот у твоего какая была позиция мораль какая которую он нес или он абсолютно аморален морализмин ну да ну как то он объяснял вот про расскажи про где-то на лестничной площадке помнишь ты мне рассказывала да на тот момент мы с ним вместе не жили мы ездили к друг другу ночевать и однажды я решаю сделать ему приятный сюрприз приезжаю к нему в гости звоню в домофон он открывает дверь я поднимаюсь из квартиры он выходит в курточке и закрывает ключами в одной курточке голый на в одном курточке прямо одеты прям джинсах как будто я собирался и да и я такая говорю мы говорю пойдем сейчас он говорит нет говорит так получилось так произошло что у меня дома сейчас девушка просто не писать что тогда переживали кать типа у меня девушка и ты могла сказать мы познакомили это просто подруга или он как-то отмазывался хотя или это у меня девушка и мы с ним занимаемся сексом прямо сейчас не мешай пожалуйста а то мне не встанет если ты будешь стоять над душой вот как он сказал дело в том то что я его заранее как бы уже подозревала в каких-то определенных отношениях с ней когда как раз таки к нему приезжала неделей ранее к нему в гости мы с ним вместе просыпаемся с утра и с утра начинаются регулярные звонки и у него прям в телефоне записано имя и фамилия этой девушки и она звонит он сбрасывает 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 я говорю так ты ответь он говорит так это по работе говорит еще не рабочее время я говорит на работу приеду там отвечу там перезвоню а так я узнала имя и фамилию девушки не спрашивала ну что у вас не подозревала просто такая запомню да просто запомнила но и подожди вот он вышел а он вышел почему одетый вышел одеты потому что у него девушка была дома он не хотел чтобы есть не встретилась и хотел отвести тебя подальше от дома я что ты не найдешь дорогу обратно или как блин в чем задумка я думаю чтобы просто девушка не узнала о том что я существую реально то есть он даже не боялся что ты узнаешь про нее он боялся как бы она то есть у него каждый раз он новую девушку боится познакомиться со с предыдущей своей девушкой нет дело в том то что они работали вместе на одной работе секс называлась работа что это за работа я не понимаю как подожди я знаю ловеласов которые так я сейчас выйду а скажу надо мусор вынести я со своей девушкой там пройду чтобы не та не узнала не это такую позицию я видала это человек который врет всем а тут какая-то очень странная позиция типа ты можешь тут плакать и реветь мне похер подожди и вы расстались после этого случая нет нет как это так ты знаешь про то что у него есть девушка теперь какая-то что он боится ее потерять ну как-то как будто бы то есть он бережет ее психику твою не бережет говорит ты давай-ка давай иди домой и ты после этого такая пойду-ка я домой действительно не не я вот самое страшное что могло со мной произойти в тот момент я начинаю думать что я могу сделать такого чтобы человек остался со мной они с ней и я уже заранее знаю имя фамилию я просто нахожу ее страничку в контакте я заранее уже знала кто она делаю скриншоты наших фотографий за большими время с ним с ним да за последние там два дня нашу переписку на тот момент сегодняшнюю где там он пишет мне тебя люблю я пишу я тебя люблю то есть где прям видно что между нами отношения отношения продажду куда бы царить любовь я скидываю эти переписки фотографии с той целью что она сейчас то все увидит все прочитает осознает осознает соберет вещи и покинет его квартиру она ответила нет я вот кстати вижу то что на все читает она прочитала а я стою с ним в подъезде общаюсь он горчатом делаешь телефоне игры а такси уже вызываю сейчас говорю еду то есть я понимаю то что он сейчас придет домой и для него это будет ну действительно как сюрприз он говорит ну все мне пора домой сегодня говорит не получится меня заночевать говорю ну все я поехала я уезжаю домой мне поступает звонок через час от него он с криками ссорами говорит что-то натворила ты говорит меня обесчестило мы с ней вместе работаем что говорит насчет всем расскажет чтобы мне люди будут думать ну что ты пидорас который попытался и узкой жопой усидеть на двух стульях причем но это очень гнило еще тебя обвинил в том что это ты виновата в том что он опозорился это мне еще пришлось извиняться не ну конечно он то что он не простроил сука логистику это он опозор он плохой логист напиши ему отзыв на работе я напишу когда его проклинать буду я ему отзыв на работу напишу это очень гнило и ты подожди и ты после этого такая так я должна сохранить этого мужчину себе нет конечно же у меня была ненависть у меня была злость я не в там должна уже стадия вот я грубо говоря мы сейчас про отрицание уже говорим говорим но мне кажется вот после этого наступает вот эта стадия гнева когда ты просто но ненавидишь человек который ты я у меня это стадия моя любимая думаю планы мести типа как так отомстить чтобы этот человек месть это блюдо которое нужно подавать холодным я подаю месть так что типа как будто блюдо в рыло так летит ему типа чтобы он нахавался сразу вот у меня подача мести всегда вот такая вот очень неаккуратная некрасивая неприятная но у тебя как будто не наступает вот этого вот стадии гнева нет я знаю что тот человек ты а что-то пьешь я просто знаю что если проблема пришла нужно просто взять и решить ее что то есть вот даже человек не изменил я с ним не выясняю отношения не спрашиваю зачем ты так сделал почему я его не пилю не припоминаю я просто понимаю что говорю давай мы часто поговорим обсудим все и сделаем все возможные шаги навстречу друг другу и такого дальнейшем повторяться не будет типа что я могу сделать чтобы ты в дальнейшем вот так не поступал ну вот для этого надо знать его мотив почему он так поступал он наверное не скажет да почему но он в основном говорил ты меня разозлила и я не знал куда вот это деть это просто просто была его злость есть люди которые допустим я часто там злюсь там негативлю но я иду на танцы там на бокс бегать на дорожке то есть я выплескиваю как-то все свои эмоции негативные не на человека друга ну уж тем более не на близкого любимого человека почему он считал необходимым бить тебя типовой я сейчас ударю ее посильнее мне станет легче в чем прикол наши отношения начинались так что поначалу я не особо хотела встречаться с ним и быть с ним в отношениях то есть он тебе изначально не особо понравился даже ну я понравилась ему раньше чем он просто ну приятно когда просто до ухаживает да и вот был момент когда он как бы уговаривал меня чтобы я с ним встречалась но ты категорически сказала нет я говорю нет а потом и вот я как раз таки считаю то что эти измены я мне это озвучивал они происходили из того что я же с тобой бегал сейчас твоя очередь за мной побегать сейчас твоя очередь меня подобиваться а такая игра классно такой веселый жаль этого добряка но так это не работает ну то есть во первых когда ну для меня лично если я мужчине говорю нет это обычно нет то есть мужчины давайте честно если взрослая женщина говорит нет обычно это означает нет не может быть не типа не да не добивайся не сильнее ну то есть добивается только психопаты когда видят что женщина безразлична к нему и он все равно продолжает дожимать но он и ведет все себя в отношениях как психопат как человек который не может испытывать эмпатию то есть он не чувствует твою боль что лилик что почему продолжает так прям вонзать он причем один раз ты вонзил условно говоря нож в спину ты вытащила нож повернулась вложила ему еще в руки сказать больше так пожалуйста не делай и опять повернул спиной ну типа ну один раз я могу так сделать но если мне два раза уже заданут в спину я скажу подожди прости пожалуйста но как будто ощущение как будто бы я умру скоро почему вот нет этого и какого-то инстинкта самосохранения своей психики что ребята давайте не будем с этим долбоем встречаться почему или он красивый очень симпатичный сексе хорош да ну то есть у него были был ряд каких-то качеств просто сейчас сидят девчонки такие так ну вот если изменяет красивым красивым и молодым ну типа какое право я там какая-нибудь дима михаловна 45-летняя которая на два года старше меня либо какое право я обычная женщина имею там требовать моего мужа верности почему-то думают что красивым например вот таким и молодым не изменяют красивая молодая такая добрая домашняя то есть не феминистка максимально мужики вот чего делаете-то и потом вот доводят до такого до такой степени что ты к психологу сейчас из-за него входят на ребят вот мы расстались я прохожу психотерапию но опять же это лучше чем как его предыдущая женщина которая пыталась покончить жизнь самоубийством когда ты мягенько пошла психотерапию не не дошло вот до этого караула всему то есть человек ну надо полагать если у него все бывшие одна легла в клинику другая пыталась покончить жизнь самоубийством третья там сошла с ума ну то есть если вот такой вот за ним за ним шлейф тянется наверное с ним не все окей как будто бы ну то есть как будто бы проблема но не в тебе я тоже так считаю но мстить ты ему не не хотел не ему не сама по себе очень мстивый человек то есть я никогда не понимала его мотивы он не объяснял почему он просто говорил что я люблю когда за мной бегают нет он знает то что как бы я с ним проведу беседу и он будет прощен да а беседу он даже слушать не будет он просто такой ну бла-бла-бла потерплю чуть-чуть она чуть повоняет да и все но скорее всего потому что он вряд ли прям эмпатийно как-то вклинивался в эту беседу и пытался решить эту проблему он же не пытался у вас односторонняя как будто ты пыталась починить что-то я всегда говорила давай разговаривать давай разговаривать давай решать проблему он хотел сохранить отношения или нет ты сдавал вопрос то есть него может быть любой мотив но допустим он горит я хочу сохранить наши отношения давай я буду лечиться от вот этой своей мании величия например или он говорит мне сохранять нечего я ничего не чувствую ну это уже все человек мне всегда говорил то что для него семья это самая главная ценность но он так может говорить семья для меня главная ценность я имею ввиду мою семью отца и мать и все другие семьи для него не все как раз таки говорил что вот я хочу жену я вижу тебя своей будущей женой я хочу с тобой детей иметь у нас как бы были планы на будущее то что у нас будет семья еще когда мне такие планы и закидывает я еще представляю вот мы будем старенькими будем вместе там по берегу моря еще ходить все планы вот такие нарисуешь когда расстаешься с человеком у тебя рушится не только настоящее но и вот это вот призрачное будущее которую ну которая ты создала себе в моменте вот в этом вы конечно больно но я гневаюсь капец у меня одна подруга это вот про месть потому что на стадии гнева реально девки придумывают себе месть мне это помогает не впасть в депрессию глубокую то есть пока ты придумываешь месть ты как будто бы я как будто бы живая то есть я как будто и так надо вот это сделать вот это надо сейчас вот прочитать новую статью про про мсти там короче у меня подруга прочитала где-то как отомстить мужику ее бросил мужик начал разводиться и они начали делить имущество у них был белый ягуар и там квартира еще что-то она говорит я короче мне надо достать шприц я думаю ёб твою мать она его спидом решила заразить это ты спидом хочешь возразить ягод и закачаю берешь яйца сейчас месть для всех женщин обижена берешь яйца сырые не человеческие а куриные главное это главное если человеческие там можно и по уголовному кодексу загреметь короче взбиваешь вот это все в жижу и в шприц втягиваешь яйца вот эти и потом в изголовье машины ну в машину вкалываешь вот эти сырые яйца там лето как раз горит солнце все на санцепёке машина постоит яйца начнут вонять дико а вонь тухлых яиц я не знаю что кто-то в деревне жил это вот прям говнина вот как она есть чистый запах говнины и этот запах машина пропитается настолько он и не продав ездить он на ней не сможет даже с открытыми окнами он не сможет ее продать там придется менять весь салон там вплоть до резины все пропахнет и она короче сделала это но прикол был в том что они когда расставались он в какой-то момент почувствовал себя видимо обязаны и он как мне ягуар не нужно забирать и он уехал со своими яйцами суда она в подголовнике но она их быстро сняла потому что она знала но вот ну типа но но женщина она в этом активном поиске месте она прям была прекрасна потом я не знаю знаешь ты вот этих товарищей я прям сегодня посмотрела как они выглядят из нашего совдеповского прошлого мы потом вам скинем эту фоточку это любовь орлова и александров александров это известный режиссер во времена ссср еще при сталине она а актриса уровня знаешь мэрилин монро вот наша советская мэрилин монро тоже была брюнеткой потом он ее создал из ничего он сказал перекрасьте в пепельную блондинку она была вот этой платиновой какой-то блондинкой тоненькие брови типе в стиле мэрилин дитрих в общем но он изменял ей как твой вот со всеми актрисами вот он режиссер и у него была вот такая же вот такой постулат типа мне можно я хочу новых лиц я не могу да ты красивая да ты талантливая она была любимой актрисой сталина ну то есть она могла позвонить стали сказать ёся ёб твою мать блин этот опять распоясался и все его он быстро бы приструнился очень быстро на этого не сделала был такой случай это история известна как самая красивая месть самая красивая она очень изящная но не знаю если вдруг кому-то пригодится если кто-то попробовал вкалывать яйца и они не вкололи слушайте еще одна история короче александра звонит и говорит слушай день рождения будем праздновать у меня у нас в доме придет вот такая вот особь женского пола и она понимает что это его любовница она понимает что он пригласил свою любовницу при живой жене и там будут их общие друзья это просто позор и она думает ну а то что я сделаю позвоню и угрожать буду сталина звонить пока не привык она делает следующее она звонит в цех швейный какой-то где шьют платье всем известным леди нашего советского союза узнает типа вот мадам вот это шьет платье на день рождения моего мужа подскажите из какого материала что там за фасон просто интересно и говорят вот вот из такого красивого вот фасона и вот такой вот такой материал она год мне нужны дизайнеры или там кто-то в советском союзе был швей чтобы сделать обивку в моем доме вот этого материала она делает она делает все обе шторы диван паласы все делает в этой обивке в которой придет вот его любовница она собственноручно выкраивает какой-то коврик вот этот вот который на входе который ноги все вытирают чтобы указать место которое занимает это любовница под солнцем приходит любовница то есть она как зашла вот в этот мир она как бы и зашла в комнату и вышла одновременно с этим своего ресурсного состояния то есть везде она садилась на стул она сливалась мне кажется на нее садились люди потому что она просто была мебелью она просто была на уровне мебели на уровне стула она пробыла там пару минут и уехала домой скала голова блиц мы больше ее не видели вообще нигде очень красиво очень стильно и вот эти товарищи александров и орлова кстати прожили вместе до конца жизни насколько мне известно 42 года обалдеть прикинь ну то есть были ли они счастливы ну скорее всего да это же культ семьи да ну разводиться были ли несчастны скорее всего да ну то есть скорее всего были вот эти моменты когда опять же но это такая жизнь у великих людей вот у известных ладно великих у известных людей у них вот такая жизнь где то ты хочешь убить любовницу мужа то ты хочешь там обивку сменить то ты хочешь позвонить сталину вот вот в этом всем живешь и тебе хорошо вот и поэтому я спрашиваю неужели у тебя не было какого-то изящного знаешь способа а что если я допустим там вот у тебя единственное что ты написала смс-ку и скинул что вот переписка ну я скидываю это не в качестве мести нет это это не в качестве мести это с той целью чтобы человек остался со мной не с ней что она соберет вещи и уедет о мести я действительно вообще не думала потому что человек мне прививал культ семьи то что для него это важно и я видел эту картинку перед собой я думаю что если я своим ребенком хорошо видишь общался видимо тоже подкупала я понимаю то что если я начну мстить то человек прощать не будет что он просто каждой пока ну вот был инцидент когда он сказал ты меня опозорила перед моей коллегой и казалось бы он тебя не простит но он продолжил отношения с тобой как так ну да почему и он не напоминал об этом случае что у меня ты меня позорил я старалась привить нам такие правила в наших отношениях что ну мы стараемся по максимуму старались максимуму не вспоминать прошлое вот факт из прошлого потому что если мы начинаем их поднимать мы начинаем ругаться да ты святой человек я вообще не такой святой человек мне казалось ну вот в моменте блин но у меня еще видишь произошла такая измена получается двойная то есть не изменил муж и изменила подруга единственная по факту близкая подруга которая была на тот момент то есть мне казалось что если я ее или его где-то встречу я просто отгрызу лицо мне снились сны где откусываю ей нос это не нормально я прям в сонник заходила и там написано наташа это не нормально но тогда лучше ты хотела с ним бы я хотела а зачем ты хотела знаешь зачем потому что мне казалось что я ну как будто бы мне станет легче короче когда те изме изменят хочется у тебя вот эта боль какая-то она есть и ты не знаешь куда ее деть и кажется что если ты сделаешь больно вот этой сопернице как будто эта боль уйдет от тебя но она никуда мне кажется не уйдет то есть условно говоря у меня был была возможность сбить на машине любовницу своего мужа сейчас подожди это тоже надо об этом упомянуть короче это прошло наверное лет 5 наверное же прошло после развода то есть он ушел уже к ней уже жил с ней у них уже родились дети и я такая но я не я с каждым новым разом у меня вот этот вот принятие до принятия все не доходило потому что я только начну принимать потом захожу в интернет и там нечаянно где-то или кто-то скинет там беременную их пару они такие счастливы и меня как обратно на стадию отрицания да это она не беременная она прицепила живот она взяла ребенка из детдома это не их ребенок это вообще не ребенок вот это все это какой-то бред вот так 7 лет я жила на пятом году я еду значит у меня квартиру надо было обставлять купить стулья с дизайнером едем за стульями едем по вот этой узенькой улице там в челябинске татьяне чего или татьяненко короче какая-то узенькая улица и девочка стоит такая у у этого не у пешеходника там а просто они там пишешь перебегает дорогу просто без пешеходника потому что улица действительно маленькая как тротуар и я такая смотрю а это она стоит косы ну там выбежал видимо из дома в магазин за продуктами там с пакетом красно-белого стоит ну просто просто выбежала и хотела перебежать и увидела меня за рулем и остановилась прикинь она прям вот так вжалась в этот пакет я ей показываю что проходи я же не всем тварь типа проходи но видимо у меня рыло было недружелюбное абсолютно то есть я как-то вот так махала может быть что типа подала свою тушу да ну как-то она видимо не так поняла и она стоит я чем больше машу и она такая вот так делает и я и вот так и она такая нет и уже дизайнер это что за шмара мне почему она сейчас башка отвалится это короче я на я пока отвлеклась на дизайнер и она как мышка как и юркнула и мне было так стрёмно я прям запомнил этот момент когда она очень быстро пересекла эту дорожку как мышка и не было так стрёмно что моя бывшая подруга реально думала что я и хочу сбить прикинь что она только выйдет на то что я я даже не газанула то есть у меня не было таких мыслей я просто отцепенела и вот эти вот мои махи они были просто от того что я не понимала что делать она боялась выйти на дорогу этот гачу за баба это было я буду дай там при баба из-за которой при мне развелась с мужем за который там а дети лишились отца он говорит кто кстати я говорю как зовут кого твоего бывшего мужа первого подождите сейчас летел как раздеться у меня есть речь подожди давай в ландомор короче а я не могу даже снять лифчик да потому что у меня звук короче тема такая мы когда развелись с мужем уже официально то есть он я подала на развод когда тот кого не надо называть он уже полгода жил в той семье то есть я ждала реально полгода я думала на изменяется вернется и тогда я ему отомщу но он не вернулся короче полгода прошло и я начала писать а все равно хочется куда-то выплеснуть этот негатив и начинаешь писать какие-то посты а посты писать как оказалось я умею и он звонил мне и очень сильно наседал и говорит прекрати пиариться на моем имени ты никто а он был в то время чемпионом премьер-лиги или чемпиона же уже высшей лиги ну то есть он был чемпионом какой-то лиги к б н то есть для меня это был но это просто бог а я просто девочка из челябинга женщина ладно из челябинса с двумя детьми разведенка с прицепом как тогда называли я думаю реально я никогда думаю я не буду называть твое имя никогда я не называла его имя никогда я стала писателем нет нет я стала и все вот эти регалии которые получила и тогда бестселлеров автор и и все прочее стендап комик узнаваемый человек и бьюти блогер мира и все такое прочее я все это получила не называя фамилии то есть не было такого как бы я сильно не уважала барановскую все равно она типа аршавин до свиданта все таки да она умыла аршавина то есть все равно было противостояние фамилий в нашем случае я просто рассказывала историю своей жизни без упоминания этого человека я нигде во всех интервью я прошу вырезать его фамилию и если ставят плашку с его фотографу автографом говорю фотографию фотографии я прошу уберите фотографию никаких упоминаний даже про хоккеиста я не убираю упоминаний хотя он тот еще товарищ но все значит просим просим сейчас я складки уберу я не так удобно было с этими складками сидеть я сейчас буду втягивать живот ну блин знаете правило придумывается придумывается для того чтобы их не нарушать потому что если я сейчас не разденусь а потом придут ко мне девочки красивые тоже не будут раздеваться мужики правильно да тебе все короче стадия гнева пройдет стадия гнева и стадия моей рубашки пройдена ужас как раз таки у тебя была стадия гнева а ты в тот момент понимал что ты хочешь быть с человеком вот смотри было ощущение как будто я борюсь за этого мужа как за приз понимаешь как будто я просто хочу быть лучше чем та женщина это мне кажется неправильно то есть нельзя тогда бороться за этого мужчину он тебе не интересен как человек он тебе не нужен как точно я не протягиваю себя он мне не нужен как человек я как будто бы хочу победить в этом конкурсе на самый лучшую женщину а вот этот мужчина он как либо судья либо как кубок как какая-то награда то есть я хочу чтобы все признали и ты мой муж в том числе что я лучше этой любовницы то есть как будто бы иногда женщины борются друг с другом соревнуются друг с другом к мужчине когда мужчина ой да не надо из-за меня там ругаться они не из-за него они просто меряются письками между собой типа посмотри какова у меня вагина намного больше чем у тебя и она такая боже да ты победила вот такая вот фигня происходит и я только это поняла просто поздно но но это блин нашкать это всегда так бывает если тебе скажут а чё будем спасать наши отношения скорее всего ты скажешь будем конечно спасать надо спасать нужно ли спасать ты не подумаешь тебе так надо спасать это у меня восьмерка когда гниющий этот зуб очень болел зуб нерв ну каждый день опух я думаю надо удалять мне говорят будем удалять или будем пытаться спасти я говорю будем пытаться спасти и мы три операции провели на зуб три раза вне обезбол вкалывали сверлили мы спасли через полгода мы все равно удалили вместе с пломбой ну что мне нахер не нужен у него даже протагониста вот этого нет или антагониста как она называется зуб сверху зуба сверху мне нет нет никакого терь зуба я беззубая без мудрости без зубов теперь ну то есть но когда мне донтист сказал будем спасать я говорю конечно будем будем спасать это блин что за спасательство вот такое женское включается у тебя наверное тоже надо отношения спасти конечно спасти нужно а то что он психопат уже столько вместе про жалко же так много времени вместе этого времени всего жалко как будто бы тебе не дают подумать а нужны ли тебе вот эти отношения вот с этим человеком который тебя унижает делает больно доводит истерики много людей говорили кать задумайся нужны ли тебе рядом такой человек а подруги видели ну что он такой неадекват ну то есть ты же общалась с подругами рассказывала что девчонки но это же какой-то конченый я ссоры за сбы не выносила но люди стали видеть то что я гасну то есть я сама по себе очень активная я становлюсь все тусклее тусклее все грустнее грустнее мне говорят качество с тобой я говорю ничего все нормально да ладно да ну уже как бы не такая активная не такая веселая насколько ты снимала сколько вот он гасил в тебе огонь где-то год-полтора полтора года насилия такого эмоционально что психолог говорит надо лечиться но я уже я уже думаю что все я на финишной прямой я вижу что все таки но есть что-то еще осталось что пережить нужно как-то перепели бы лопатить в себе ну подожди а если он позвонит скажет катя я теперь все я полечился нет ну типа я прошел терапию я кстати говорила говорю пошли к психологу он говорит тебе надо ты иди я здорово я не больной это проблема в тебе типа да да каков молодец обзорите газгольдеры я конечно это весело торг у меня я помню начался ну вот это вот стадия у меня гнев закончился я поняла что этим гневом я ничего уже не не исправлю и у меня началась стадия торга потому что у его новой пассии у соперницы получается в которой он жил но со мной не разводился у него были сиськи третьего размера я думаю так а у меня нулевка мы после родов после вскармливания грудного я думаю у меня нулевка проблема в том что мне нет сисек я думаю и меня появится ну типа не что я больная женщина на всю голову он мне бросил не поэтому у меня нет сисек меня появятся сиськи будет вообще все в порядке я реально пошла к хирургу на операцию и скорректировал размер груди у меня двойка но это сделанная двойка я причем пришла мне кажется не чтобы сделать грудь а чтобы он сказал у вас все в порядке вы очень красивая женщина у вас ну мне же тощие руки и мне казалось ну тощие руки тощие сиськи такое правило природы я давай он как раздевайтесь такой седовласый хирург копается в документах я раздеваюсь такая встаю и и он вот так отрывается такой о матушка где вы до этого то были но он единственное что он адекватно сказал 3 не надо нужно 200 будет достаточно хотя бы так но я сделала мама пластику только в состоянии вот этого торга когда ты думаешь я стану красивой или я стану знаменитой как бейонсе и он придет просить автограф а нет еще не так я думаю я напишу такую книгу что все охренеют и его новая женщина она прочитать скажет боже что это завтра приедет ко мне в москву будет отстаивать очередь километровую достоит до меня и я подниму гулят вот так в нее и скажу ах ты шмар и пишу шмари от автора книги ну типа вот такое что-то будет чтобы прямо унизительно для него и для нее было ничего такого не было просто стал автором бестселлеров и все но по сиськам кстати а это есть лайфхак дайте мне реквизит у меня там лежит вот можно я а я можно встану а то вы мне разроняете сиськи короче берем два пушапа сейчас рассказываю девки но если хочешь делай если не хочешь не делай такое тоже может произойти что тебе не захочется это делать берем надеваем просто пушап один от одного пушапа ничего не увеличится это чтобы вы не тратили миллиарды на всяких мамологов которые увеличат вам сиськи от одного пушапа видите ничего короче от одного пушапа ничего с двойкой не происходит нам надо до увеличивать до пятерки берем второй пушап потом третий четвертый пятый будет плохо уже я пробовала двух пушапов вот но у тебя сразу пятерка да сколько пятерка нет конечно же двойка красиво как ли голосом короче вот видите что уже получше стало ты видишь нормально но это еще не предел ну то есть это уже тут ну где-то трешка там трешка в центре москвы эти короче этого мало берем носки с разбитым сердечком сворачиваем в четыре раза тебе нет носков тебя нормально сиськи тогда вот уже поболее уже как будто я вот так что еще дальше контуринг девки короче не надо недооценивать коричневый цвет берем коричневый цвет и вот здесь по ложбинки вычерчиваем себе как будто бы полуокружности вот здесь можно выбили чуть-чуть даже ты меня гримировала правильно делаю настя меня настя научила всему все вы высветляем а здесь дорисовываемся сяо посмотрите можно ключицы себе нарисовать немного нос подкоротить ну вот ну блин ну какой размер скажи ты ничего не помогло вот мы и подошли кстати депрессии мы подошли вот так плавно кстати депрессии все но не тройка а двойка ну хотя бы не тройка качественная есть короче мне надо единственное чем проблема что вот здесь вот такие штуки появляются некрасивые и что надо что-то надевать мне нельзя надевать откинь мне эти труханы в которых пришла короче берем вот такие вот штаны в которых я ходила три дня вот так складываем в два раза сейчас будем делать круп-топ берем вот эту пищечную зону да сейчас бахметьев блин офигеет блин что его дело продолжается уже не из пластиковых бутылок а из вязаных штанов и вот эту зону ну назовем ее область челябинская отрезаем все челябинскую область оставляем спокойно лежать весь остальной уральский регион надеваем сейчас расскажу как штаны это жизнь меня заставила катя так придумывать штаны надеваем вот так и у нас получается выше сахи дядь кто-то хоть поаплодирует мне или нет спасибо нормально я просто не вижу себя это красиво я могу так сидеть если я сама сделала из штанов круп-топ я могу в нем сидеть дальше передачи полторашка это блин ну как будто бы мужчина на полторашке не если это не пиваса полторашка да они обращают внимание но для вот этих любителей сись они такие ну тройка это вот прям ауф классно здорово это к ну вот блин но это с носками да нормально тройка все вот ну типа я я в топе вот так вот визуально наебываю мужику кстати видела сейчас еще делают пуш-ап на попу блин такие трусы прямо странно очень я знаю что мужики в них даже ходят есть мужские потому что мужики есть плоскожопки мы же женщины больше обращают внимание полностью на фигуру но в том числе плечи и попа мужские как ни странно мы тоже у нас женщина любит ушами ой завалите знаете ваши рты потому что у нас есть вот эти штуки это называется глаза мы ими смотрим и видим ваши плоские жопы иногда не радует честно мы же вас радуем вы тоже носите куршки то вот вот так наложили на жопку пуша вот так и вот так ходите но не это некрасиво это все очень маленькая жопка это кстати жопный пуш-ап не знаю если кому-то пригодится вся это вот мы так плавно с сиськами подошли к стадии депрессии у тебя была депрессия ну то есть ты же в какой-то момент обратилась к психологу а в какой момент когда ты поняла что надо просто вот девчонки сидят дальше как это как попала лягушкой в молоко и начала там вариться и она не понимает когда молоко начинает уже кипеть то есть она варится просто и все умирает мы с мистером х планировали все съехаться не съезжались мы потому что у меня была квартира в стадии строительства наконец-то мне квартиру достраивают я говорю переезжай ко мне он говорит ну пока что-то мы как-то я не готов пока что-то вот давай говорит я просто буду есть к тебе ночевать я говорю ну ладно давай вот уже не хорошо и что и что ну я говорю ладно давай приезжай ко мне просто ночует ночует и в один день ко мне просто приезжает в гости говорит мы я у тебя останусь так на вечерок мы у тебя посидим чай попьем попилим и чаек я говорю так оставайся сегодня у меня он говорит не 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 игру чего-то это оставайся Он говорит, нет, я домой. Я говорю, а в чем причина? Почему ты сегодня здесь не можешь остаться? Завтра выходной, вместе проснемся. У меня там девушка просто ждет меня, я ее оставлю. Так и было. Реально? Ты не пикалываешь, он думает, что не бывает такого. Бывает. И она его ждала весь день, пока он с тобой там на муше. Да, да. И он говорит, меня ждет девушка, извини. Я всего хорошего. Это последняя его измена была? Это все, да, это была последняя моя капля. Ты пошла к психологу, а он пошел нахуй. Да, так и было. Классно. Вот это отлично. Мне было безумно плохо, тяжело. Я страдала, я не ела, не пила, ничего не хотелось. Я думаю, нужно что-то делать, нужно как-то выкарабкиваться. И решила пойти к психологу. Но легче не с первого раза, да, стало же? Ну, конечно, не с первого. Просто девчонки иногда мне пишут, вот я сходила к психологу, и чё? Но это не волшебная же палочка у психолога. Ну, конечно. Это второчка, которая намахнула, и у тебя, ой, все сразу похорошело, я сразу не люблю бывшего. Нет, так не происходит. Нет, нужно работать. Долгую работу. И деньги надо тратить на это, и время, и нервы. Да, поэтому... Ну вот, допустим, когда наступает депрессия, вот ты, наверное, в депрессии еще не сваливалась. Вот в этот период, когда, знаешь, лежишь зубами к стенке и не видишь смысла жить. У меня такого... Ну, у меня было что-то схожее, но нам в этом плане повезло. У нас есть дети. Говорят, что женщина, ну, после измены, после расставания вот этого тяжелого, если у женщины есть дети, она как будто быстрее встает на ноги, потому что есть ради кого жить, условно говоря. Ну, нет времени разлеживаться. Я иногда хочу вставать, не хочу. Хочу там готовить еду, не хочу, но я делаю это, вот эти вот ритуалы какие-то, просто потому что надо жить ради детей. А потом начинаешь жить уже ради себя. Вот это вот проходит вот так. Ну, то есть те женщины, которые остаются без котенка, без ребенка, без всего, их унизили, растоптали, и они такие, и что? И как будто бы жить дальше незачем. У нас так происходило, находясь с ним в отношениях, мы толком никуда не ходили. Нет, мы ездили один раз за границу, да, было такое. Ты его вытянула за границу или он захотел? Я вытянула, я заставила. Я плохая. Он хороший. Мы все знаем, скидывайте, продолжай. И мне как раз-таки помогала восстанавливаться активная жизненная позиция. То есть вот у меня была депрессия, но я себя заставляю куда-то выйти. Общаться с людьми. И это действительно мне помогало. Ну, это у нас, видишь, чтобы не обманывать людей, это не депрессия, а депрессивное состояние. Ну, то есть депрессия настоящая, глубокая. Там вот этими типа, ой, побегай по лугу, позанимайся спортом. Это ничего не делает. Ну, то есть человек смотрит те же фильмы, которые ему раньше нравились. То есть он там нюхает те же цветы, которые вызывали у него восторг, и не чувствует ничего. То есть все там эндорфины, они просто перестают поступать в кровь. Просто человек ничего не чувствует, потому что организм как будто умер. И это об этом, по-моему, Джанис Абрам Спринг говорила. Это психолог, который, это вот дух бывшего пришел. Упокой его Господь душу, конечно. Короче, он жив, все в порядке, не переживайте. Она говорила, Джанис Абрам Спринг, это специалист по выводу людей из состояния вот этого депрессивного после измен. Она говорила, что вот в этот период, когда тебе изменили, и ты пытаешься выкарабкаться, у тебя в кровь впрыскиваются такие вещества, которые по составу, они действуют как морфий. То есть условно говоря, ты как будто бы живешь по памяти. То есть ты ходишь, ты как бы дышишь, ты что-то делаешь, но не чувствуешь ничего. И вот в этом состоянии самое страшное, что тебе нужно принять решение жить дальше с человеком. То есть прощать его, условно говоря, или идти дальше. Когда у меня была депрессия, я не понимала, что делать. Я, тут сейчас я расскажу, я почему-то начала заниматься, ну не заниматься, а изучать эзотерику какую-то. Потому что ты пытаешься понять, может быть, что-то мне поможет. Рациональные какие-то мысли мне не помогали. Психологи, я ходила и просто, я такая, ну да, ну да, поговори тут, блин, человек. И я ходила к гадалке даже. У меня какая-то там знакомая в Челябинске говорит, Даша, приходи ко мне, я тебе погадаю. Она какие-то там чертежи делала, вот эти, знаешь, которые, не, порчу я не, ну типа, я боюсь на человека наводить порчу. Я даже, ну стараюсь не проклинать людей, только на понос, только на понос. Я пришла к ней, ее зовут, по-моему, Ира ее звали. Ее зовут сейчас Ира. Она, короче, сделала мне все расклады. Я пришла к ней под Новый год или там какой-то праздник был, типа Рождество. Я принесла ей из деревяшки такого коника, коник, коник с колокольчиком. Я себе купила домой и думаю, красивый подарок, ничего, не обязывающий ничем. Принесла ей, она такая, ой, спасибо. Начала делать какие-то расклады, что-то еще, Таро достала, схему построила. И такая говорит, ой, у тебя тут столько девяток, там что-то еще. Какие-то цифры называет. Говорит, ты, у тебя это последняя жизнь. Я думаю, ну хотя бы отмучаюсь. И она говорит, ты ведьма. У тебя, ты поэтому чувствуешь, иногда ты не знаешь что-то, но ты делаешь правильно, потому что ты это чувствуешь. Ты ведьма. И все. И я такая, ну прикольно, я ведьма. Во-первых, я такая, я что-то знаю. Я пошла домой, уезжаю, и она мне пишет, Наталья, ну не хотелось тебе, Наташа, говорить это, но ты не могла бы забрать вот этого олененка, коника вот деревянного, забрать не могла бы из своей квартиры. Вот, я тоже думаю, почему? Загуглила, и там оказывается, на деревянные игрушки ведьмы чаще всего наводят порчу. То есть, я думаю, сука, ты подумала, что я ведьма. Ну то есть, это нелогично, говорить ведьме, что ее поймали, ну крайне нелогично. Говорить нормальному, а я нормальный человек, говорить нормальному человеку, что я считаю тебя ведьмой, это тоже как будто бы разрушение отношений. Ну типа, если я ведьма, неужели я не найду другой способ навлечь на тебя беду, напустить порчу, ну что за фигня, блинка, ну заберу я этого коника. И я приехала к ней забирать коника, там что-то мы с ней поговорили, попили чай, она говорит, ну ладно, типа разрисуй его фломастерами, тогда можешь оставить. Ёб твою мать, смертные такие смешные, и я разрисовала его, ну ладно, и все. И оставила, подарила. Да, и вот у него понос был третий. Да ну короче, ну нельзя, это очень, конечно, весело, но вот на картах Таро, если хочешь, можем догадать, а вот они за тобой. Ну я реально, мне бабушка научила гадать, но она гадать меня научила на игральных картах, это такой взгрев. Я говорю, а как ты гадаешь, что вот у тебя всегда так все сбывается, так хорошо. Она говорит, а я плохое никогда не говорю. Ну то есть, а зачем человеку говорить плохое? Я лучше скажу, например, ой, подержи, у твоего там порога стоит какой-то блондин, и девочка, она такая, ой, ну у нее все равно есть какие-то там блондины, которых она там желает видеть рядом с собой. Она такая, да, да, блин, есть смысл жить ради чего, или там скоро будет там какая-то дальняя дорога, и она такая, куда, в плохое место? Нет, в хорошее, ура, ура, хоть не в тюрьму, ладно. Ну то есть, она всегда говорила что-то хорошее, и вот сейчас я понятия не имею, что там означает, у меня есть подсказка, и поэтому мы с тобой будем. Так, сдвигай к сердцу левой рукой, у тебя левая рука есть? Да, да. А где у тебя, сука, сердце, блять, что ты в сторону вот так сдвигаешь? А, к своему сердцу, да, конечно, у тебя, кстати, карта, смотри, как подходит, боже, так, сдвигай, сдвигай, и подкладывай снизу. Ага. О, погнали. Давай. Нельзя острый предмет, чтобы были, блять. Надо гадать всегда на льняной какой-то простыночке, или на чем-то натуральном. Погнали. Что было? Что будет? Чем дело кончится? Чем сердце успокоится? Я всегда радуюсь, когда попадает какой-то старший аркан, я такая, солнце, это что-то хорошее, открывая там какое-то говно. Если говно, я тебе говно не расскажу. Хорошо. Так, дурак, это не то. Солнце, смерть, нет. Итак, что было? Говорит о том, что пробуждающий светит, несущий уверенность и силу, льется на вас. Ни хуя ничего не понятно. Это время, так, было время у тебя принять радость жизни и оставить тьму и смятение позади. Это вот то, что уже ты прожила это все. У тебя в прямом положении, поэтому позитивность, наполненность, успех, радость, оптимизм, это все было в твоей жизни. Ты все это прожила, впереди тьма. Что будет? Что будет? Паш Кубков. Ну, Паш это не сильно крутой чувак. Паша это как имя. Как Паша? Да. Ну, Пашка, возможно, кто-то из Пашек. Паш Кубков. Будет уверенность, счастье, удовлетворенность, понимание и проницательность. Ну, проницательность это от психолога, он тебя в это все вернет. Да, ну, хорошо, что у тебя уверенность и счастье впереди. И у тебя и в прошлом было все отлично. Мне кажется, ты мне набрала про измены, их не было. Просто пришла, чтобы со мной поговорить и обосрать мужиков. Чем дело кончится, Рыцарь Кубков? Дело кончится продвижением, развитием, наполненностью, вдохновением и исцелением. То есть все закончится твоим здоровьем наконец-то, и ты к этому идешь. И вот ты туда и иди. А этот пусть идет, куда и шел. А сердце твое успокоится королевой жезлов. Котика тебе надо завести, блядь, все. Да. А подожди, у тебя котики нет? Нет, у меня нет домашних животных. А котиков любишь котиков? Да, они такие мягенькие, пушистые. Я тоже, я люблю котов, но у меня коты не живут, они умирают все. Кошки, коты, черепаховая тоже померла. Как будто только я для собак могу жить. Ну, в смысле, с собаками норм, а с котами не приживаются они у меня. Королева жезлов. Сердце успокоится творчеством, творчество, рост, интуиция, страстность. То есть тебе по сердцу заниматься чем-нибудь, какое-то хобби найти. Если у тебя нет его, я бы на твоем месте нашла. Это даже не безотносительно вот этого все. Когда у тебя есть какая-то страсть, ну, помимо твоего мужика, и ты туда вваливаешь, мне кажется, наполняешься этим всем. Вот, прикинь, какие у тебя карты. У меня таких хороших карт в жизни, блин, никогда не было. Даже когда я тебе специально подсматриваю и раскладываю, у меня не было. У меня то смерть, то повешенный, то еще какое-то говно какое-то на палке. Такая вот я ведьма. Что у меня себе все собрала. Само себе нельзя просто гадать. Ну, говорят, что да. А еще говорят, что когда гадаешь кому-то, ты как будто бы чуть-чуть платишь за это сама. Ну, то есть, как будто бы я за это заплачу потом вселенной. Но я расплачусь, у нас нет. По принятию. Короче, принятие это стадия, до которой доходят не все. Ну, большинство вот так циркулирует. Но если дошли, это отлично. Что к этому приводит? Я сейчас выписала много-много пунктов, что советуют психологи делать, чтобы быстрее принять ситуацию, быстрее выйти и избавиться от этих болей, от измен. Я буду перечитывать и перечислять, и с тобой будем выяснять, помогло это или нет, потому что мне что-то помогло, а что-то вообще не помогло. Первый пункт, что нужно сделать, чтобы пережить измену, красиво одеться и сходить с друзьями в караоке, например, поорать. Ну, я знаю точно, что поорать помогает, потому что, если вы видите в караоке какая-то женщина не поет императрицу, а прям орет ее со слезами, это женщина переживает измену, или там развод, или еще что-то. Мне помогло, с одной стороны помогло, потому что я вышла, накрасилась, во-первых, красиво, вышла, мы с девочками покричали, попили, потанцевали. А с другой стороны, когда за столом, за каким-то неблизким, там дальний столик был, сидел какой-то мужик со своей дамой сердца, и он начал говорить, я с песней посвящаю своей жене, и начал петь Серова, Серова, это Александр Серов, а не то, что он Серова пел очень. Он хорошо пел. Он начал петь Серова «Я люблю тебя до слез», и я, если на куплете еще такая, да, понятно, а потом, когда он начал петь припев, и я вижу, что он поет, это не просто показать, как он красиво достает ноты, а просто любит свою жену. И мне так хотелось, я вообще ревела сидела и думала, блин, вот хочется подойти и сказать, да он тебя бросит, он спит с твоей подругой, скорее всего. Ну вот эта боль, она просто как будто через эту песню открылась, блин, вот было больно. Тебе как? У меня, знаешь, мне такое иногда помогает. Выйти куда-то, в люди. Ну и все равно я выхожу в люди. Но ты еще такой человек, ты любишь куда-то выходить, что-то делать, путешествовать. Да, очень люблю. Мне кажется, если в коробку тебя посадить, ты с ума сойдешь, да? Конечно, да. И ты в коробке ездила? В коробке ездила. Ну у меня так случалось, то есть я в коробке, я постоянно, я пою, я в этот момент все равно продолжаю думать о нем. И то есть как бы я пытаюсь это все выплеснуть, а мне не помогает. Ну то есть получается, скорее всего, этот способ не про меня. То есть нужно отключать как-то мозг в этом коробке. Ну ты же не отключишь. А может быть это и хорошо, может быть это к лучшему, когда ты поешь, думаешь о нем, выарвиваешь вот эту боль, ну и как будто бы ты меньше боли чувствуешь. Или нет, нет такого? Нет. Ну то есть через ор не помогает, через битье груши, через спорт? Нет. Постоянно нагрязчивые мысли. Минус. Вот, часто нахожу такой способ. Завести новые отношения. Я пыталась завести новые отношения, заводились новые отношения, но проблема в том, как вот у тебя с коробки, я завожу новые отношения, но я, это не отношения, я просто пытаюсь забыть бывшего. Ну то есть, условно говоря, забыть ту боль, забыть те эмоции, травму ту переношу на нового мужика, который вообще ни при чем, он не виновен, он не понимает, почему его ревнуют с нуля просто. Он пытается что-то делать, говорит, что я не так делаю, а он делает все так, я все не так делаю. То есть мужика было жалко, то есть вот в этом моменте жалко мужика. Себя я понимаю, то есть когда, допустим, я ем там орехи, я беру орех, съедаю, и он оказывается горьким, я выплевываю, горечь остается, я полощу рот, я пытаюсь другими орехами заесть эту горечь. Но, блин, ну мужик, ну он же не орех, ну ёлки-палки, это человек. Конечно. Поэтому вот этот способ мне вообще не помог. Я даже, честно говоря, не пробовала такой способ, что забыть бывшего путем новых отношений нет. Нет, вообще не было такого. Ну и, соответственно, переспать с кем-то, чтобы отомстить за, типа, изменить в отместку, Лобковский говорит, что женщины этим вообще кичатся, хвастаются и делают это на каждом шагу, но нет, это прям стрёмно. То есть мы, ну очень редкие из нас опошляют любовь, секс и прочее, вот типа местью какой-то. Да мы лучше, блин, насрём вам в диван, блин, ребята, чем переспим с вашим другом. Так. А, ну вот, записаться на бокс, на танцы, на вокал, на прочее, завести хобби. Мне помогал спорт, потому что, когда ты на пределе работаешь, у тебя вырабатывается дофамин. Ну то есть дофамин хоть какую-то радость да приносит. Опять же, когда я на спорте, когда я бегаю на дорожке, пробежала 10 километров, такая, окей, мне можно теперь поесть без вреда для фигуры, потому что я же пробежала. То есть я получаю дофамин от велосипеда или от дорожки, потом я получаю там серотонин или ещё какие-то позитивные вот эти вот там от бананов, от всего, от того, что может, от шоколада, что может принести вот этот серотонин. То есть у меня какие-то хотя бы вещества в организм весёленькие поступают. Вот мне это помогало, но очень слабо прям, но помогало. Я тоже занималась и спортом, и путешествовала я. Это уже после того, как ты рассталась и пыталась всё это забыть. Да, да. Как путешествия, кстати? Я не пробовала путешествовать. Смена парадигмы, смена вообще обстановки помогает? Наверное, как раз таки путешествия больше всего помогает. Да, потому что там новые знакомства, новое общение, новые страны, новые... Кстати, ещё повезло, знаешь, нам в чём? В том, что новая квартира, ну, то есть у тебя в любом случае, ты же не жила с ним в этой квартире, то есть у тебя особо... Да, он у меня тоже ночевал. Ну, блин, значит, да, связаны какие-то... То есть надо вырваться из этого, особенно плохо, когда вы жили с мужиком в одной квартире, и у тебя каждый закоулок, ты вспоминаешь, а вот этот гость, он прибил, эту сумку мне муж купил. Такого не было, то есть не надо было куда-то прям дёргать. А вообще советуют поменять место жительства, если там вы снимали квартиру, лучше снимать другую квартиру, чтобы у тебя не было воспоминаний вот этих ежедневных. А ещё, блин, некоторые хранят вещи. Мужа, который изменял, допустим, они такие, вот это в память. Ну, вот как по мне, да, я вытащила все его вещи на помойку. Ну, вот прям, я даже не ждала, когда он за ними заедет. Я говорю, ну, одежду будешь забирать? Он говорит, ну, пока некогда. Я думаю, да пошёл ты нахер. Собрала вещи, вынесла на помойку, потом за своими пошла, вынесла на помойку, потом ещё какие-то общие там скребла, выносить на помойку. Моих уже вещей нет, то есть бомжи уже забрали. Я такая, вот я чем-то лучше, чем ты. Твои вещи бомжи не забрали. Ну, опять же, вкус бомжей, я ориентируюсь на вкус бомжей. Бомжи одеваются так же, как я, видимо. И они такие, о, это нам надо. Всё, бомжи где-то ходят в моих вещах. Поэтому от вещей сразу надо избавляться. То есть вот эти все перебирания вещей, общих вот эти вот кольца. Ну, я же предлагала ему ко мне переехать. Он не соглашался. И вот у меня дома чисто стояла его зубная щётка. И ты её просто сдала в этот, блин, в помойку. А трусы зачем? Одни трусы лежали. Да, просто приезжал, потому что у меня поспал, трусы переодел, всё. Какой молодец. Вот способ пережить какое-то расставание или измену. Читать откровения других женщин, смотреть интервью, которые прошли через измену. Вот год назад, это уже не про первого мужа, это, короче, год назад рассталась с мужиком, который, у него, блин, профиль встречался со мной, профиль висел на Тиндере. И я, блин, переживала очень сильно. Загуглила, что делать, когда переживаешь сильные вот такие вот предательства, там ещё что-то. И список из тех, из десяти поступков, ну, которые нужно совершить, чтобы пережить предательство. И там пятым, что ли, было. Прочитайте какие-нибудь весёлые книги, типа, Наталья Красновая, развод. И я реально думаю, это не поможет. Мне это не поможет, это другим помогает. Но потом думаю, надо перечитать. И перечитала, и читаешь, когда уже забыла свою книгу, когда прошло там года четыре, ты читаешь, думаешь, ну, я вот так могла написать, неужели? Я такая умная, что ли, вряд ли. Я вот, я читала свои книги, выржала. Я читала форумы, и мой взгляд больше падал на те отзывы, как, не отзывы, комментарии или истории. Да. Ты истории прям находила, да, какие-то? Находила истории девушек, женщин, которые писали о том, что всё-таки они в итоге смогли забыть бывшего. И вот они, получается, рассказывают всю историю, и в конце, типа, у нас получилось забыть. И вот мне самое главное было увидеть то, что они смогли забыть. Что кто-то смог, значит, я не подохну. Мне вот это помогает. Но опять же, я не верю людям, когда они говорят, я смогла забыть человека, с которым прожила там несколько лет. Ну, ты, конечно, не возможно. Ну, ты не забудешь. Но эмоционально ты не будешь уже подключаться. То есть, и этого достаточно забыть. Ну, трепанацию можно сделать черепой, нормально. Очень много чего забудешь. Там Альцгеймер у меня впереди уже, я много чего забуду. Но этого говноеда... Да, реально создается ощущение, что ты не одна через это дерьмо проходишь. Как-то попроще, как будто вы вместе. Как будто не одна, да. Да, да. Потому что когда ты одна, ты ещё в такой растерянности, типа, что делать дальше? Вообще люди выживают после этого, а тут нормально. Нормально. Помогай тому, кому сложнее. То есть, я в этот период прям чуть ли не каждую неделю возила корм в собачьи приюты. Почему-то я решила помогать не людям, а собакам. Мне казалось, что собаки, они какие-то добрые. Собаки не изменяют друг друга. Но опять же, они трахают всех подряд. Короче, я почему-то стала ездить в собачьи приюты и прям переживала, гладила собачек, меня отпускала. Видела, ну, то есть, если кому-то нужна была помощь, я там пыталась финансово там ещё как-то помочь, советом, если я могла. Ну, то есть, это помогает. Может быть, это... Когда... Короче, мне кажется, когда тебя, когда тебе изменяют, тебя как будто бы придают, растаптывают. То есть, я чувствовала себя какой-то, ну, никчёмной. То есть, человек просто, во-первых, выбрал другую, во-вторых, демонстративно ушёл к ней. Ну, и я такая думаю, может, я вообще не нужна этому миру, может, я зря живу. А когда ты кому-то помогаешь, он говорит, Даша, спасибо тебе большое, я без тебя не справился. И я вот от этих вот маленьких каких-то спасибо, я вот этот постамент себе собрала, на него встала такая, я в порядке, я нужна, меня любят. Ну, да, не любит там человек, который там, от которого я родила детей. Ну, и с этим тоже можно жить как-то, опять же. То есть, вот помогать кому хуже? Помогала? Нет. Я даже не знала о таком способе. Ну, вот он есть, кстати, если будет прям плохо, можно, знаешь, переводить просто там в какой-то фонд, например, перевела, маленькую сумму, небольшую, но, я клянусь, я не знаю, как это работает, ты переводишь ту сумму, не которой тебе жалко, а которой ты, вот реально такая, ну, вот я кофе могу сегодня не попить, переведу там 200-50 рублей, я не знаю, я не кофеман, ну, сколько она стоит? Кружка кофе. И ты такая, блин, прикольно, как будто бы, ну, не знаю, полегче становится, я не знаю, как это работает. самое классное, что психолог сказал, он говорит, если вы думаете, что когда-то вы его простите целиком и забудете всю ситуацию полностью, этого не будет никогда, но даже если вы забудете, например, простите его на 80%, а 20% все равно будет какая-то типа воспоминания, это уже нормально для дальнейшей семейной жизни, то есть условно говоря, живет женщина с мужчиной, помнит его там какой-то загул, и она может там на юбилей когда-то сказать, ты старый, хрыч, ничего у тебя там еще не засохло, да, это у нее через юмор пробивается какая-то обида, боль, но это уже не, блин, стопроцентная обида, а вот это вот маленькая вот эта финифлюшка, ну то есть те, которые говорят, мы расстались, потому что я не могла полностью его простить, полностью никто не прощает, ну то есть все равно ты делаешь выводы какие-то и, блин, живешь с этим. Не надо стремиться прям найти какой-то симптом, но это вот связано с теми, кто ходит, как мы, с тобой к психологу, то есть иногда психолог начинает говорить, это у тебя все травма детства, потому что твой отец наверняка из меня твоей матери, то есть иногда психолог ищет не там, где действительно лежит проблема, а там, в той сфере, которую он хорошо знает, ну вот он знает про травмы детства, он тебя и утянет, скажет, вот это из-за этого, так окей, пофиг из-за чего, как жить дальше, как налаживать отношения, то есть надо слушать тех людей, которые говорят, есть такая методика, есть вот такая, попробуйте вот это, попробуйте услышать еще партнера, вот это самое стремное, мне это давалось очень сложно, потому что я же потерпевшая сторона, мне изменили, то есть, когда психолог мне говорила, потом, когда боль уляжется, послушайте партнера, скорее всего, у него есть какие-то тоже претензии, я хотела сказать, какие нахер претензии, мне измени, он свой членцев, а в чужую тетеньку, какие у него могут быть претензии, а у него действительно могут быть и проблемы с головой, и претензии там, допустим, на измены влияет смена там, обстановки, какая-то травматичная ситуация, например, умер какой-то родственник, который был ему близок, ну, то есть, он поехал чуть-чуть крышей и решил вот приукрасить тебе жизнь изменой, вот эти вещи потом, когда боль чуть-чуть спадет, потерпевший должен узнавать очень аккуратно, то есть, без перекоса, чтобы он не давил, типа, я изменил тебе, и ты виновата, такого тоже не должно происходить, но узнавать партнера потихоньку нужно. Получается, на самом деле, прикол в том, что, ну, это не прикольно, но прикол в том, что оба человека потерпевшие, то есть, в измене, как будто бы нет прям победителей, то есть, этому он виноватый, он ему стрёмно, блин, он на тебя валит, потому что, пипец, я не хочу брать на себя эту вину, тебе капец больно, этому больно, тебе больно, вы орете, вам ещё больнее становится, и вот этот ком, действительно, после измены большинство семей распадается, потому что пережить это, ну, это прям очень сложно, невозможно, да, это очень больно, причём, и той стороне тоже бывает, ну, капец, как не классно. Короче, ребят, девочки, если вам изменил ваш партнёр, и он пытается заслужить ваше доверие, и вы проходите через все пять стадий принятия неизбежного, забудьте вот эту установку, что в какой-то момент произойдёт чудо, и вы перестанете чувствовать там боль, или какие-то негативные эмоции, вы всё равно будете чувствовать негативно, и просто не так ярко, и на фоне этого негатива будет классный, какой-то большой позитив, но не будет волшебства, когда вы просто такие, ой, измена, как будто бы она была, но не со мной, и изменял не мой муж, и вообще ничего этого не было, такого не произойдёт, но если вы переживёте измену хотя бы там на 80% исцелитесь, этого будет достаточно, чтобы жить нормальной, здоровой жизнью. Вот и всё, собственно, вот и всё, у нас время подошло к утру, ты всё-таки не уснула, я думала, тебя вырубит, я надеялась только на это, ты мало того, что не уснула, ты не разделась, ты разделась, меня наполовину, вот мастер-класс заставила провести, у тебя по картам всё хорошо, у тебя всё в жизни хорошо, и так будет ещё лучше, и теперь ты имеешь право на какой-то трофей, ты имеешь право забрать из моего дома какой-то трофейный трофей, кроме операторов, и они не мои, к сожалению, это чужие тётеньки ими владеют. я бы хотела взять у тебя книжку, не кроп-топ, точно, какую книжку, вот эту? Да, у меня нет твоей последней книжки, я её с удовольствием бы почитала. А есть какая-нибудь ручка, я бы подписала с удовольствием, но я не могу кистью подписать. Подожди, а у меня есть для тебя подарок. Подожди, сиди, пока читай книгу, я домой, в Челябинск. Смотри, я принесла тебе немного мерча. Я всё равно хотела тебе что-то типа кроп-топа, но раз ты кроп-топ не любишь, есть вот футболки. Футболка дофига фэшн, просто дофига фэшн. Как мило. И футболка, что ты пережила измену и осталась в здравом уме, вот и всё. Спасибо огромное, спасибо. Всё, Катюш, давайте подпишу книжень, что ты выжила дважды и пережила измену и пережила мою ночёвку. Какой у тебя красивый почерк. Я же учитель начальных классов, на же пиздили за то, что мы плохо пишем. Ну и помни, если что, я могу проклясть на понос любого, даже если ЖКХ тебе насолит или что-то сделает, просто звони, пиши. Хорошо. Готеть, после этой ночёвки ты мне как-то как родная, стала. Вот это мы с тобой. Ой, спасибо огромное. Спасибо. я тебя люблю, правда. Пусть всё хорошее было, спасибо. А ты развод хочешь, кстати? У тебя есть развод? У меня просто она дублирующая книга, это уже не под запись, просто. Это ещё не всё. Если у вас есть интересные истории, в которых вас кто-то предал, унизил, растоптал ваши чувства или вы кого-то предали, унизили и растоптали его чувства и вы готовы поделиться этой историей со мной и моими подписчиками, пишите мне вот сюда. Я выберу лучшую историю и её автор обязательно придёт ко мне на ночёвку. Вот и всё. Вот и всё. Вы чё сидите пишите истории быстро? Спасибо.